Добрый день, меня зовут Георгий Мартирусов, я руководитель мобильных продуктов в компании «Спутники». И вот сегодня у нас почти в каждом рассказе звучала в красной церкви тема безопасности. И в своем коротком докладе я расскажу про наше решение в области безопасного браузера. Начнем с двух вопросов. Кто здесь пользуется альтернативными браузерами, не системными? Поднимите руку. Супер. Идем дальше. Кто знает про компанию «Спутник»? Офигенно. Третий бонусный вопрос. Кто пользуется браузером «Спутник» или когда ты его ставил себе? Я ставил себе. Это победа. Надеюсь, после выступления я вас заинтересую и рук будет больше. Для тех, кто про нас наслышал или наслышал мы забыл, я откуда-то напомню. Спутник браузер сейчас. Это три ключевых вещи по спутности. Мы доступны на десктопе и на мобайле. Доступны под Windows. Полноценная сборка. Релизится постоянно. У нас есть тестовая сборка под Mac. И я не ожидал здесь услышать «Astro Linux», но у нас есть сборка под Astro Linux. Да. Мы в трендах. По мобайле мы, естественно, представлены на всех ключевых платформах. Это iOS, это Android. Мы делали тестовый запуск нашей андроидной версии на cfc. Это все классно, но нам очень не хватает hardware кнопок. Поэтому будем думать о нативном приложении. Но при этом даже через эмулятор, через Android оно работает офигенно. Мы гибкие. Мы придерживаемся итеративного подхода. Мы стараемся быть agile, lean. Все приходят на слова. Мы что-то делаем. Покрываем аналитикой. Смотрим, как оно заходит в аудиторию. И стараемся реагировать на FIMP. И при этом мы делаем не только браузер, не только браузерных страниц. У нас есть много полезного для пространства для функционала такого, как текст у спичка. Наш браузер будет вам зачитывать текст странички. У нас есть режим readability, когда мы выкусываем все странички и все лишнее, и даем только полезный контент целевой. У нас есть классный сервис агрегации фильмов из одной кинотеатра. Не так много мест, где можно смотреть кино бесплатно. Легально бесплатно кино. Заходите, смотрите. Работает офигенно. Также у нас есть сохранилка страниц, чтобы можно было в плане смотреть, и отдельный детский режим. К этому всему мы пришли долго путем плавной эволюции. Наш браузер появился как инструмент для дистрибуции поиска, потому что, в первую очередь, спутник, когда он появился, вышел в публичное поле, был, как бы, к стране, но национальной поисковой системой. У нас был свой поисковик, полностью свои решения. У нас был полный набор портальных сервисов, и мы решили сделать браузер, который будет удерживать пользователя в нашем поиске, управления на наши сервисы, но не очень пошло. То есть, никому не нужен просто еще один браузер с просто еще одним поисковиком. Поэтому эволюционно мы начали тут добавлять как те вещи, которые я сказал на предыдущем слайде, юзабельные фичи, так и делать отдельный акцент на безопасность. Поэтому сейчас у нас безопасный браузер с человеческим лицом. Мы также сможем посмотреть эволюцию наших интерфейсов с первой версии. Классный стильный синий цвет, не очень оно как-то читается и воспринимается, но с чего-то надо было начинать. Мы пришли к версии модульного стартового экрана, где у нас есть отдельный блок быстрого доступа, у нас есть разнообразные фиджеты, отдельный акцент на контент, который пусть нужен и интересен пользователю. В чем заключается наше решение в области безопасности? Как я уже сказал, у нас была своя поисковая машина. Поисковая машина, которая тоже была отдельная стратегия на безопасность. Это заключалось в том, что у нас, или нельзя или нет, было очень трудно найти какой-то нехороший контент. Мы караулили сайты, мы определяли, какие из них хорошие, какие из них плохие, учились их категоризировать. И сделали механизм сайвбраузера. Сейчас каждый раз, когда пользователь открывает страничку в нашем браузере, мы делаем запрос в сервис сайвбраузера, в нашу коробку в логике. Открываем туда. Коробка как-то там по своей логике проверяет, безопасно или небезопасно, и отдает некую сигнатуру его. Какой тип контента содержится на этом ресурсе. И браузер, соответственно, по этой сигнатории решает, что же делать дальше. Он или открывает сайт, или, например, прекрасно, это Sex.com. Мы говорим, что стоит может быть немножко опасно, потому что он содержит незаконную информацию. Потому что в России это, к сожалению, незаконно. Второе наше решение – это реклама-отвод. Это прекрасный перевод на русского, понятного всем, решения R-блок. Но не совсем R-блок в его классическом понимании, в том, что сейчас работает в парамозере. В плане R-блока. Мы начали с того, что взяли сигнатуру R-блок плюс. Достаточно логичное решение. Там было порядка шести или семи тысяч сигнатур. Это достаточно дофига. Покрутили у нас, поняли, что не самое оптимальное решение с точки зрения производительности, и сделали механизм адаптивной генерации списка блокировок. То есть мы дистрибутируем на пользователях какой-то набор этих сигнатур. Смотрим, как они отрабатывают. И наша коробка в облаке подбирает небольшой совсем пак сигнатур. Сейчас мы из пяти тысяч делаем подборку порядка семиста, которую гружаем на всех пользователей, которая работает в разы быстрее. И там содержат только те сигнатуры, которые реально срабатывают. Это также работает через контроль загрузки ресурсов, чтобы предотвратить загрузку чего-то в дом. Если что-то в дом пролезло, например, какие-то CSS-ные регламки, поповеры, что-то похожее, у нас есть жестка, которая вырезает этот дом по похожему списку сигналтуры. Также тут прикрывается все лайт-листами, динамический подгруз и все такие прекрасные разные высоты. У меня два небольших скриншота. Я думаю, раундер будет больше. Как мы будем идентифицировать о том, что мы что-то заблокерим? Если вы зайдете на раундер из, например, хрома, там обычно куча реглам. Они умеют зарабатывать деньги на индики, на баннерах, на контексте. Мы режем все. Вот у нас тот прекрасный раундер, в котором есть только сервисы, без рекламы, без всего. При этом мы, правда, рассказываем о маленькой, малюсенькой тоночке заблокированной рекламы здесь. И если нет, то мы рассказываем, что же мы там заблокировали. Потому что всегда, когда вы делаете подкапутный функционал, который будет полезен пользователю, нужно о нем рассказывать. В идеале рассказывать так, чтобы не отвлекать его от процесса, но в то же время он это замечал. Что мы видим в развитии нашего решения безопасности? Шифрование. То, о чем рассказывал Александр. То, о чем мы уже коснулись в вопросе, а хорошо бы в Сэнфиш-наторе было коз шифрования. То есть, с одной стороны, это козловое шифрование OpenSSL, и, с другой стороны, это механизм валидации клиента через коллекционный электронный Сэнфиш-натор. Нам здесь очень поможет предказанное решение по Сэнфиш-а, которое принесет в платформе нативный механизм козлового шифрования, поможет нам создать программно-аппаратное решение для ЭЦП, потому что там нужно где-то хранить электронную цифровую подпись, это должно быть безопасно. На компьютере это делается через USB-свисток. На телефоне это достаточно странное решение. Неудобное и непрасивное. Вариантов решения есть много, сейчас мы в процессе исследования, в процессе понимания, какое решение нас устроит, куда нужно идти. Подведя небольшой итог. Безопасный браузер – это браузер, который обеспечивает безопасный доступ к безопасным ресурсам, обеспечивает безопасный контент. Соответственно, в каждом этапе мы покрываем безопасный доступ через шифрование, безопасный ресурс – это проверка через механизм браузинга и обеспечивает безопасность контента через блокировку рекламы и каких-то следующих цветов контента на сайте. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.